Первый вице-министр торговли и интеграции страны встретился с представителями кустанайского бизнеса. Один из первых вопросов от них – не собирается ли Казахстан ограничить в ближайшее время ввоз сахара с сырца из России, чтобы поддержать местных производителей. По словам Армана Шкалеева, об этом речь сейчас не идет, поскольку российский сахар дешевле. К тому же казахстанские заводы на максимальную мощность пока не загружены, им не хватает сахарной свеклы. Никаких запретов на ввоз из России по сахару нет. У нас есть договоренность, индикативный баланс так называемый. На ввоз готового продукции из России мы его еще не выбрали. То есть у нас объем не выбран. С другой стороны, мы должны поддерживать своих производителей, чтобы они могли... Прежде всего мы брали казахстанский сахар. Здесь вы, как один из оптовиков, тоже можете свою лепту патриотическую внести, но вам на рыночной основе вы же не будете брать дороже, чем вам предлагают россияне. Еще один вопрос – увеличение стоимости продуктов питания в регионах и методы сдерживания цен. По словам Армана Шкалеева, правительство разработало новые подходы к решению проблемы. Их суть в том, что решено закупить сельхозпродукцию для стабфонтов заранее, когда цена закупа будет конкурентной. А также проработаны механизмы сокращения количества посредников между производителями и покупателями, из-за которых зачастую и растут цены. Это посредник, который не создает добавленную стоимость, а осуществляет только спекулятивную перепродажу. Для того, чтобы уйти от налогов вот этой птицефабрики, получить сверхприбыль, понимаете, вот это и есть непродуктивные посредники. Вот с такими мы занимаемся и провели где-то более, сейчас у меня здесь справки есть цифры, более тысячи у нас цепочек. Кустанайские бизнесмены просили вице-министра отказаться от обязательной маркировки обуви, которая была видена в стране с 1 апреля этого года. Норман Шакалиев отметил, что это сделано для поддержки отечественных производителей и самих покупателей. Поэтому менять в этом направлении они пока ничего не будут. Помимо этого, представители тепличных фермерских хозяйств интересовались, ведут ли для них субсидирование тарифов при выращивании овощей. Представители Минторговли пояснили, что сейчас в ведомстве разрабатывают правила, в рамках которых государство возьмет на себя часть затрат овощеводов за электричество и природный газ. Алексей Краснов и Татьяна Калюжная, РТН.